Сегодняшний день разговор с двумя женщинами-клиентками. Обоих бросили мужья. Одна жаждет мести, другая жаждет грин-карту. С вами Вадим Печерский, иммиграционный консультант и руководитель паспортного визового агентства Rush in Documentation Center. Сегодня я имел интересные беседы с двумя женщинами, нашими клиентками, совершенно с разными жизненными историями. Объединяет их то, что одна пыталась сделать грин-карту себе на основании брака, ее бросил мужчина, ее муж. Другая сделала грин-карту своего мужа, и он ее бросил, и она жаждет мести. Итак, детали, подробности. Ситуация номер один. Клиентка вышла замуж, жили припевающе недолго, потому что муж постоянно был в разъездах, но тем не менее, несколько лет вместе они прожили. Подала она на отмену условного статуса, подала она на гражданство, а в это время, где-то посередине жизненного пути, не ведая и не гадая, муж подал на развод, о чем, по ее словам, она не знала. И когда она уже пришла на получение гражданства по браку, в тот момент она уже была в процессе развода. В тот момент ее развод уже вошел в силу, но она об этом была не в курсе. И теперь эта женщина пытается получить грин-карту. Процесс рассмотрения у нее по грин-карте занял три года, два раза ходила на интервью по гражданству, не сдала экзамен, поэтому не получила, и сейчас находится ситуация ожидания. Обратившись к адвокату, получили разъяснение, что она немедленно должна сообщить в миграционную службу о том, что имел факт развод, потому что даже если они одобрят сегодня грин-карту на основании ранее поданных документов, Де Юра на момент сегодняшнего дня, пока грин-карта не оформлена, она уже находится в разводе. Даже если грин-карту выдадут, ее потом могут забрать, а если ей дадут гражданство, могут забрать и гражданство, потому что она не сообщила, что находится в разводе. Вот такая перспективка. И вторая женщина, которая расписалась со своим мужем в 1918 году. В Америку он приехал в 1922 году, то есть пандемия, но все это время она ездила к нему. Они проводили вместе по 3-4-5-6 месяцев. И вот в 1922 году человек приезжает в США. Приезжает в США уже с постоянной 10-летней грин-картой, потому что если вы в браке 2 года на момент одобрения грин-карты, он получил 10-летнюю грин-карту. Прожил он с ней ни много ни мало, 3 дня и ушел. Сегодня на улице 23-й год заканчивается, и вот она обращается к нам с чем? С просьбой написать какое-то длинное, кучерявое, слезоточивое, грозное письмо, чтобы у него забрали грин-карту. Ну, я уже много раз говорил, что мы такими моментами не занимаемся по этическим причинам. Понятно, что деньги не пахнут, они в основном могут вонять. Поэтому мы туда не лезем, мы находимся совершенно на другой стороне баррикады, мы помогаем людям получить грин-карту, оформляем документы по браку, восстановить семей, чтобы они были вместе, а не пакостями гадим. И вот в разговоре с ней я просто задаю вопрос, ну вот скажите, вы говорите, что у вас был фиктивный брак, вы вообще должны проконсультироваться с адвокатом, потому что если вы будете писать письмо о фиктивном браке, то, может быть, вы инкриминируете себя, не понимая значения слова фиктивный брак. Второй момент, вы с 2018 по 2022 год ездили к нему, у вас есть подтверждение отношений, что и легло в основу одобрения вашего кейса, потому что вы предоставили документы, что у вас реальный брак. Сегодня вы говорите, что вы хотите его аннулировать. А почему она хочет аннулировать? Потому что если брак признается недействительным, что его не было, то все бенефиты, выданные в результате брака, тоже недействительны. Я говорю, ну как же недействительно, если вы находились в браке с 2018 по 2022 год, жили вместе, путешествовали вместе и говорите, что у вас не было семейных отношений. Ну да, ну вот он, зараза, приехал, три дня со мной прожил, но почему вы на развод не подали? Вы уже год, год ждете. Ну потому что я ждала, что он ко мне вернется, я просила, я умоляла, он не вернулся. Помогите мне забрать у него грин-карту, social security, еще и ID забрать. Ну, на что, естественно, я говорю, вы знаете, вам нужно к адвокату. Может быть, есть адвокаты, которые смогут вам помочь, мы вам помочь в этом вопросе не можем. Ну, просто, ну, женщина нормальная, как бы обманутая, но нормальная. Я просто по-человечески говорю, слушайте, ну, вляпались вы, вы уже, как говорится, вступили в это. Ну, что же вы там палочкой ковыряетесь? Ну, уже идите дальше по жизни, смотрите вперед. Ну, оно же плохо пахнет и будет, если вы уже вступили. Оно же будет за вами тянуться, если вы не почистите подошву. А вы то, что засыхает, хотите еще поковырять. Ну, может быть, нет смысла тратить на это свои жизненные ресурсы, самое дорогое время, энергию, да еще и деньги, которые вы на это потратите в надежде, чтобы кому-то, кто вас обманул, а может, не обманул, но он с вами встречался, он приехал, но не хочет он с вами быть. Вы год его ждали, год он к вам не возвращается, он не хочет быть. Ну, отрубите, идите в балласт, когда сносится, по жизни идти легче. В общем, женщина это предлагала и тысячи долларов, и полторы тысячи долларов. В общем, закончили мы разговор на двух тысяч долларов, которые она хотела платить, только гарантируйте, что его депортируют. Ну, понятно, что мы не можем заняться этим сервисом ни под каким соусом, а тем более, не знаете, кто-то сможет что-то гарантировать, то это явный обман, потому что гарантировать действия иммиграционной службы может только мошенник. Никто не имеет права, ни адвокат, ни иммиграционный консультант гарантировать действия иммиграционной службы. Вот хотел поделиться такими двумя историями, которые произошли сегодня. С вами был Вадим Печерский и команда Rush in Documentation Center.